Меня зовут Николай Липкин, я заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и каное, пятикратный чемпион мира, семикратный чемпион мира. Я родился уже рядом с грибной базой, просто она за забором у меня была, можно сказать. В каное я первый раз попробовал 15 или 14 лет, я до этого 5 лет отгреб в байдарке. Неплохие тоже результаты были, но всегда хотелось быть похожим на отца, потому что отец был премьер. Папа у меня мастер спорта международного класса, чемпион союза, кроме как заниматься греблей у нас не было другого выбора. Там у меня датчик получается, а здесь показывают пульс, скорость, максимальную скорость, ну и пройденное, конечно, расстояние. Выбирал сам цвет лодки, цвет этого моего животного, можно сказать. Я даже не знаю, кто это. Мне просто понравился рисунок, я в интернете увидел на машине. Действующие чемпионы мира, Европы, ребята-призеры, они выбирают более короткое весло на спринг, более широкую лопасть. За счет этого они могут работу всю держать впереди, не прорывают в воду, потому что очень большое ускорение идет в начале, при входе весла, также в концовке. На длинную дистанцию можно чуть поуже взять весло и чуть-чуть подлиннее. Также, конечно же, каждый подбирает под себя жесткость, но это зависит от веса, роста. Весло должно немножко играть, оно должно немного прогибаться. Если слишком жесткое весло, оно будет также прорывать в воду, плюс нагрузка идет на суставы, на связь. Здесь простой пластырь у меня, просто у меня есть еще дополнительный бандаж, я креплю на руку. В начале грибка расслабляю кисть, делаю вгребание, чтобы весло держать, не напрягать пальцы сильно. В принципе, все индивидуально, но зачастую, что выбираю так примерно, расстояние где-то около носа. Раньше, конечно, когда вообще при союзе, выбирали весла, были вот такие. У всех практически по брови были весла. Сейчас по-другому просто вообще уже никак нельзя. А на самом деле, можно один раз поставил ручку, закрепил, и можно даже вот эту отвернуть и выбросить по большому счету, чтобы не было каких-то там других разворотов, высоты вверх-вниз. Просто изначально нужно для того, чтобы выбрать свой уровень плюс-минус там полсантиметра, и плюс еще там бывают какие-то небольшие развороты у кого-то. Правая, левая, ручка. У меня раньше был очень большой разворот, градусов 45. В итоге я вот сейчас поставил ровно, пытаюсь привыкнуть. Бывают ошибки, ну, по крайней мере, у начинающих, что они раньше времени срабатывают ногой. Даже я в прошлом году делал эту явную ошибку. Ты еще не успеваешь отцепиться, а уже начинаешь работать сильными мышцами, начинаешь работать ногой. Нужно попасть сначала в опору, когда лодка начинает отвечать, выезжать на поверхность, тогда ты ее ловишь передней ногой, и она проезжает на поверхность еще дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я учился еще в девятом классе, я был капитаном команды, и в баскетбол, и в волейбол. Футбол мне в последнее время тоже, конечно, очень нравится, но в детстве я почему-то футбол играл, как-то, скажем так, неважно. Своих детей бы я, может быть, если не в греблю, то отдал бы, наверное, хоккей, дзюдо. Мне нравится. Конечно, это индивидуальная зарядка для каждого свое. Некоторым там, может быть, лучше выспаться, поспать, а некоторые люди с утра просыпаются легко, и им лучше, может быть, пойти потянуться, пробежаться на минут 20, даже 30 перед тренировкой, чтобы уже быть к первой тренировке и уже быть в форме. Начинаю опять возвращаться к той любимой работе, которая была у меня, наверное, на протяжении 5 лет, от которой я чувствовал результаты и чувствовал, ну, технически, что я улучшаюсь, мощность грибка. Это работа с тормозом. Зимой мы работаем отрезки, горка такая, 30-45, минута, минуты 15, бывает минуты 30 и вниз. Сейчас мы уже ближе к лету, к сезону, мы убираем длинные отрезки и поднимаем немного тен. Мы в режиме трех минут стараемся пройти. Может быть, бывает, правда, после минуты, минуты 30, бывает 4 минуты отдыхаем. В зависимости от того, что еще как, зависит от группы, если начинаем, ну, между собой, там, может, как и выяснять отношения, кто быстрее едет, вот, то, конечно же, восстановление нужно увеличивать. Считаю, зал очень важен, особенно для спринтера. Для стайра, конечно же, можно заниматься своими весами, даже необходимо. Больше, там, подтягивания, отжимания, там, приседания, собственный вес все делать. А вот спринтеру, конечно, необходима дополнительная сила на первенстве мира Японии. Я был вторым в одиночке, четверку мы выиграли. Стимул, запал появился, что можно выигрывать. Вот, а через год, через год я вот выиграл уже, там, у Максима Кубок России, у Максима Мополева, да. И это был задаток и этап такой, ну, что можно выигрывать и что и нужно, и нужно продолжать дальше заниматься своим делом. К тому, что если выигрывать у Максима, то можно выигрывать не только чемпионаты мира и Европы, а можно выиграть и Олимпийские игры. И на следующий год я выиграл в одиночке. В 2006 году уже чемпионат мира 200 метров. Вот она, Николай Липкин. Николай Липкин, молодой спортсмен. Но, конечно, хотим, чтобы он выиграл. Николай Липкин выигрывает эту дистанцию, выигрывает в одиночке. Вот он, Николай Липкин. В 2008 году, да, я брал лицензии, ну, не смог отобраться. Поехал Максим, стал Олимпийским чемпионом. Ну, в этом году, конечно же, вообще приходится по максимуму отдаваться, там, в плане питания, тренировок. Серьезный план – это отобраться на Олимпийские игры. Мне в этом году 31, если я сегодня завязал, наверное, что-то есть в этом такое. Субтитры создавал DimaTorzok